Я стала неактивной в церкви, с друзьями не получается, и даже умереть не получается, вообще ничего не получается. Попробую я пожить. У человека есть выбор, который дал ему Господь. Выбор выбирать. Я решила попробовать молиться, потому что я становлюсь счастливее, блин. Привет, ребята. И прямое включение из больницы. И сегодня я продолжу свою историю. Я стала неактивной в церкви, потому что у меня была огромная обида на Бога. Потому что... Потому что... Потому что слишком много трудностей для 15-летнего ребёнка. Вот. И мама, конечно, очень расстраивалась. Заставляла меня всё равно ходить в приход. Я пыталась. Но не чувствовала там тоже никакой поддержки от людей. Вот. И... В общем, не было у меня смысла в жизни. И пыталась я как-нибудь уйти из этой жизни. Пробовала разные способы. К счастью, интернет очень этим богат. Можно много всего найти. Что очень пугает на самом деле тому, к чему может привести это. Вот. Но не получалось у меня ничего сделать. Не получалось у меня никак не уйти из жизни. Не получалось у меня ничего сделать. Вот. Достало меня, в общем, это то, что у меня не получается. В один момент я не понимала, почему не получается. Ничего не получается. И с друзьями не получается. И даже умереть не получается. Вообще ничего не получается. Вот. И я решила в тот момент, раз уж не получается мне умереть, попробую я пожить. Может, что-то толковое произойдёт в жизни. Может, всё не так и плохо. Раз это не получается, я слишком много раз пробовала и слишком много раз не получалось. Пока я не увидела маму, которая ужасно плакала и расстраивалась из-за того, что одна её дочь хочет уйти из жизни. И вторая дочь хочет уйти тоже из жизни. Вот. Потому что к этому приводят испытания. Вот. И невозможность выдерживать. И когда я увидела, как сильно мама плачет и как она не хочет, чтобы я уходила, она раньше меня всегда называла солнышком. Вот. И дядя тоже. Потому что я своей радостью озаряла других людей до того, как у меня появилась аллергия. Вот. Я поняла, что попробую жить хотя бы ради мамы. Вот. Хотя бы ради неё я попробую жить хотя бы... Ради неё хотя бы буду стараться что-то делать. Потому что мне было невыносимо видеть, как она плачет. Вот. Невыносимо было видеть, как самый дорогой человек, который от меня единственный, кто не отвернулся, и с друзей, и с близких. И бог даже отвернулся от меня в тот момент, как я думала. Вот. В общем, решила жить ради мамы. Не знаю, почему. Вроде надо жить ради себя, но я решила жить ради тогда, ради мамы. Вот. И это помогло мне смириться с моим заболеванием. Потихоньку. Помогло мне смириться с тем, что да, у меня есть хроническое заболевание, которое может меня привести к смерти, которое укорачивает в меня жизнь, которое забрало от меня друзей. Ну, хорошо, есть оно у меня. И что я буду всю жизнь возмущаться из-за этого? Что мне эти возмущения приведут? К чему они меня приведут? Они привели меня к тому, что я хотела умереть. Ну, я решила попробовать принять, в общем, это. Хоть это было и нелегко уже тогда, получается, в 17 лет. Вот. Решила принять это. И решила начать как-то жить. И тогда меня очень сильно поддерживала моя мама и дядя. И, в принципе, моя семья стали для меня очень близки, что меня очень радует. И мы сейчас до сих пор очень близки. И это очень помогло мне преодолеть эти трудности. И в тот момент, когда я смирилась и приняла эти большие трудности, которые свалились на меня, моё сердце открылось для того, чтобы снова ходить в приход. Более активно. То есть я ходила, в принципе, в приход, но не получала никакого смысла. Всё для меня было пустым. То есть сердце, наверное, не было открыто, да? Не было открыто, потому что я ненавидела Бога за то, что Он за что-то меня покарал. Я ничего плохого не сделала. Мои родители тоже. Ну ладно, папа сделал. Но я же как... Мы не отвечаем за грехи родителей. Да, я не отвечаю за грехи родителей. У меня своя жизнь. И почему я должна так страдать, и никто из моих одноклассников и друзей из церкви не страдал так, как я. Вот. Ты не только одноклассников. Я думаю, что вообще мало кто так страдает на самом деле. Вот. И поэтому я решила просто принять это. И решила принять волю Бога. И решила принять, что хорошо. Ты дал мне такое испытание. Мама читала мне историю Иова из Библии. Вот. Слушай, на ум пришла. Да. Она такая говорит, вот видишь, он вообще был богатым. Мы не были богатым, всё не так сложно. Деньги хотя бы не нужно было терять. Это сложно, когда ещё теряешь и деньги, и здоровье, и вообще всех близких. Да. Вот. А так у меня хотя бы и близкие были. Деньги не было так много, что не так было сложно терять. Вот. И друзья против него обозлились. И говорили о том, что кто виноват в твоём грехе, близкие ли твои, кто согрешил. Никто не согрешил. Вот. Просто... Был такой момент, извините, что переборяю. Был такой момент, что вот ты как бы искала в себе какую-то ошибку, что может быть ты что-то не так сделала. Было, да, было. Из-за чего я себя ненавидела. Я ненавидела себя и ненавидела Бога. Ненавидела я себя, потому что, ну, значит, я не очень хороший друг, не очень хороший человек, раз от меня все отвернулись. Потому что у других друзья есть, всё хорошо, семья богатая, они члены церкви, как здорово. Вот. Со мной что-то, видимо, не так. Я стала это говорить себе и стала себя за это тоже ненавидеть. Ну, и похудение тоже привело к тому, что я стала не любить то, как выглядит моё тело. Вот. Что ты спрашивала, я уже забыла. Ну, вот, получается, ты искала причину вот этого всего. Да. В себе, может, в отце. Да, да. И как ты, где ты нашла, или, может быть, и так и не нашла, или, может быть, и причины как таковой нет. Как вот ты вышла из этого вот, из этого круга размышлений? Очень сложно принять то, что у тебя есть какое-то заболевание, особенно в таком молодом возрасте. И это заболевание, оно прогрессирует, и есть разные патологии, которые могут привести к тебе к моментальной смерти, если не обследоваться у врачей. Вот. И мне понадобилось три года для того, чтобы принять то, что у меня есть такое заболевание. Мне понадобилось то, чтобы все друзья от меня отвернулись, чтобы я хотела уйти из этой жизни. Мне нужно было дойти до какой-то точки пика, чтобы принять это заболевание, потому что я не хотела принимать волю Бога, не хотела принимать то, что у меня может быть вообще это заболевание, и не хотела принимать то, что от меня все отвернулись. Очень сложно вот это принятие. Но поскольку у меня другого выхода не было, меня слишком сильно приперло, я решила, окей, попробуем принять. Окей, это очень сложно, конечно, было. Но попробуем принять то, как оно есть. Попробуем принять, что ладно, у меня есть это заболевание. Ладно, друзья от меня отвернулись, ну окей, что может быть ещё хуже? И так от меня все отвернулись, что может быть ещё хуже? Денег нет, какая разница? Вот, просто произошла эта точка пика, где все от меня отвернулись, как от Иова, и нечего было уже терять мне. Абсолютно нечего было мне терять, вот. И поэтому я решила попробовать другой путь, путь смирения, путь принятия и путь доверия Божьей воли, доверия тому, что такое случается, и случается то, что я не виновата в этом. Бог говорил мне о том, что я в этом не виновата, и это привело меня сейчас к более лучшей жизни и к более лучшим друзьям, которых я сейчас имею, и к той радости, и к тем взаимоотношениям с Богом, о которых я не могла и мечтать. Потому что, в принципе, можно подумать, что если бы не подумать, в общем, я анализировала, что если бы не это заболевание, я тоже могла бы отойти от церкви. Это ведло к тому, что я отхожу от церкви, потому что у меня стало много друзей в школе, если бы не аллергия. Я тогда к тому времени уже и попробовала и кофе, и сигареты, и мне, в принципе, это понравилось. И как бы я не видела в этом ничего плохого, несмотря на то, что моя мама член церкви. Я от этого, от неё скрывала. Интересно послушать, мама это видео и узнает. Я только сейчас об этом подумала. Окей. Если что, хочешь, вырежем. Да нет, ладно. Ничего. Она же должна была узнать, в принципе. Но про кофе она знала, про сигареты нет. Вот. И про алкоголь тоже. Вот. В общем, в принципе, если бы не эти заболевания, жизнь меня прельстила к тому, чтобы пойти по пути моих друзей. Но ты не чувствуешь, что Бог тебя заставил выбрать правильный путь? Не было такого у тебя ощущения, что как бы лишил тебя свободы выбора, и вот у тебя теперь единственный путь? Нет. Нет? Нет. Как ты с этим... Как ты к этому пришла, мне интересно? Вся история об этом. Да, да. Как я к этому пришла? Ну, по истории может казаться... Жарко-то как? По истории может казаться то, что Господь, вот Он захотел, чтобы я осталась в церкви, поэтому Он дал мне это заболевание, силком отобрал у меня друзей, заставил меня к тому, чтобы я уже умерла. Да, и в итоге потом уже все-таки, ну, хотела умереть, и в итоге все-таки вернулась. Ну, ведь Сатане так и было вроде бы, да? Нет. Он Сатане дал задание, или как сказать, проверять Иова. То есть он, по сути, позволил Сатане его искушать и забирать у него все. Да, но я все равно продолжила тогда... Еще некоторые друзья со мной оставались в то время, когда я болела, но было очень токсично с этими друзьями, поскольку у меня была уже нездоровая психика из-за всего, что случилось. То есть они мной манипулировали, можно так сказать. Вот. Я все равно чувствовала себя рядом с ними постоянно одиноко. То есть друзья у меня все равно еще некоторые оставались. И мой выбор, у меня всегда был выбор. У меня был выбор, в принципе, в самом начале сказать, окей, у меня есть это заболевание, хорошо, я его принимаю. В этом состоял бы мой выбор, если бы я это выбрала. Но я выбрала другое, я выбрала то, что я его не принимаю. Вот. И дальше уже пошли последствия того, что я не принимаю. Я сама довела себя с тем, что я ненавижу Бога и не хочу жить из-за того заболевания, что у меня есть. То есть это был мой выбор. И последствия были тоже моими. Это не Бог, который... На тебе еще, на, 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 на. Ну? Вот. Когда ты там уже все-таки выберешь уже другое. Нет. Мне кажется, это очень важный принцип, потому что многие люди, они считают, что Бог раздает слабости людям. Он говорит, вот тебе рак, там тебе вот такая болезнь, тебе такая болезнь. И посмотрим, справишься ты с этим или нет. Да. Мне кажется, это такой важный принцип. Да. Так здорово, что ты прямо вот смогла это понять через эти трудности. Что на самом деле пришло, а может быть, почему пришло, непонятно. Но просто принять это, как оно есть. И сделать свой выбор в пользу принятия, как это назвать. Да, принятие так и назвать. А знаешь, у меня такой вопрос крутится. Я так понимаю, что заболевание — это редкое, которое у тебя. И знаешь ли ты людей, у которых есть похожие? Нет. Не знаешь, да? Не знаю. Вообще, я всегда удивлялась тому, что вокруг меня здоровые люди, у них есть какие-то заболевания. Но ни у кого не было такого же заболеваний с такими патологиями, как у меня. То есть я встречалась в больнице с некоторыми девочками, которые было такое похоже... Ну, было имя такого заболевания, но не с такими серьёзными патологиями в плане аллергии на молоко, на клютен. У меня болели глаза. Я не могла два года видеть нормально. Я не могла сидеть в телефоне. Ничего не могла, в общем. Можно так сказать. И таких патологий ни у кого не было. И с глазами врачи так и не смогли разобраться. Получается, что на сегодняшний день ты не пьёшь молоко, не ешь глютен. Не ем мясо. Не ешь мясо. На мясо тоже аллергия. Это уже выбор был мой, потому что мне снились кошмары про то, как убивают животных. Кстати, мне в больнице всё время говорили, ешь мясо, чтобы поправиться. Сейчас никакой пропаганды не будет. Это просто в моей жизни так произошло. Это не значит, что это подходит ко всем. Ремарочка. Потому что есть люди, которые могут этому последовать. Вот. Я решила отказаться тогда от мяса, потому что мне снились кошмары. Сколько тебе было лет? Это было во время моего заболевания уже. Мне вот это заболевание было. Я ела ещё мясо. И потом, когда я пыталась есть мясо, но было очень тяжело его есть из-за кошмаров. Вот. Которые были. И поэтому я решила пробовать не есть мясо и заменять другими вещами, там, бобовыми, орехами и разные другие. У нас уже развитый мир, где очень много всего есть. Особенно в Финляндии. Да. Вот. То есть ты на сегодняшний день можешь называться веганом. Так это? Да. 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 Вот. И, кстати, крашмары прошли. И благодаря тому, что я перестала есть мясо, я смогла поправиться. И боль в глазах прошла. Интересная история, на самом деле. Очень интересная. И для меня, честно скажу, очень неожиданная. Потому что мне казалось, что я тебя знаю. Честно скажу. Я помню счастливую девочку Златовласую из прихода Автова, которая всегда... Мы уехали, мне кажется, в тот момент из Питера как раз, когда Лиза проходила через все эти испытания. И я вот помню лишь такой тебя. И, в принципе, сейчас, когда ты переехала в Финляндию, я тебя знаю суперпозитивной, улыбчивой, активной, любознательной, жизнерадостной. Как бы вот только эту твою сторону. Солнечная натура. И даже потом, между делом, когда мы сошли в кафе, ты сказала, я веган. Я подумала, вау, столько необычного вокруг этой девчонки. Это единственная мысль, которая лично ко мне пришла. А сейчас ты рассказываешь столько всего, чего я не знала. Это, мне кажется, ещё придаёт всему то, что я сказала, немало восхищения. Потому что, ну согласись, история твоя могла бы пойти совсем в другую сторону. То есть я уверена, что близкие люди причастны особенно. К тому, что ты, возможно, зарулила в нужное направление благодаря их любви, заботе, вниманию. И тут, конечно, это бесценно. Ну и, конечно же, именно твоя какая-то внутренняя сила. Хоть ты и говоришь так, а я вот села и решила, а почему бы мне не принять? А почему бы мне? То есть при том, что ты говорила о вещах таких очень серьёзных до этого. То есть это звучит сейчас как такая история с улыбкой рассказанная. Но понятное дело, что это всё было вряд ли с улыбкой. Вообще нет. Лиза, очень захватывающая история. У меня прям нет слов. Я не встречал таких людей, которые с подобными испытаниями сталкивались в жизни. У кого-то, может быть, одно какое-то большое в жизни, прям серьёзное испытание. И оно очень так трясёт их. И веру их трясёт. И они в этот момент осознанность какая-то к ним приходит в жизни. И они действительно меняют своё направление и больше полагаются на Небесного Отца. И говорят ведь, что к Богу приходят через испытания, через трудности. Не все люди, конечно, но большое количество людей. И получается, ты сказала, что в этот момент тебе тоже ты смогла перестроиться в направлении выстраивания взаимоотношений с Небесным Отцом. Расскажи, пожалуйста, насколько твоё бремя, которое ты несла, одна, мне кажется, ну плюс мама тебе помогала как-то, да? Может быть, сестра с братом. Как это бремя стало легче? Стало ли оно легче? Или ты стала сильнее? Или как вот изменились твои взаимоотношения с Богом благодаря этому? Поскольку у меня не было друзей, с которыми я близко бы общалась, и я постоянно всё равно с ними чувствовала одиночество, когда находилась рядом, даже когда мы проводили время, одиночество — это ужасное, одиночество не уходило. Мама всё время мне говорила, стань ты уже самодостаточной. Я такая думаю, что такое слово «самодостаточное» и вообще без понятия что. Самодостаточное. Я не могла понять никогда это слово. Поскольку я тогда повернулась в сторону Бога, когда решила, почему бы мне не попробовать уже этот путь, раз мой путь мне, тот первый, который я выбрала, не подошёл, я тогда полностью стала доверять Богу. Я приняла то, что Он делает для меня, стала уважать Его волю, потому что всё-таки Он создал меня и, наверное, знает всё-таки лучше меня, что для меня лучше. Тавтология получилась, но ладно. Это я просто ЕГЭ по-русскому сдавала. Масло-масло, нет? Да. Вот. Мне было одиноко. Я не знала, что мне делать, чтобы заглушить это одиночество. И я стала читать больше книг. Очень много книг стала читать. В том числе книгу Мормона и Библию. Вот. Но с книгой Мормона у меня больше, лучше мы с ней друзья, потому что для меня она на более понятном для меня языке, потому что Библию я не всегда понимаю. Мой мозг сворачивается в трубочку, и я думаю, что происходит. А книга Мормона очень великолепная книга, в которой так классно повествует, что хочет сочетать за главой и за главой, за главой. И очень много близко. Близко? Близко. Очень много близко. Потому что народ также преодолевает испытания, и Бог себя проявляет. И таким образом я стала становиться ближе к Богу. Я стала изучать больше священное писание, стала больше молиться, потому что в детстве меня учили тому, как молиться. Но в то время, когда я ненавидела всё это, я не молилась. Но ты продолжала ходить в церковь, я понимаю. Я продолжала ходить в церковь, потому что мама меня заставляла, и я не хотела её разочаровывать. Я ходила, но не получала ничего, потому что я была к этому не готова и не хотела ничего получать. Какой момент поменялось у тебя всё? Что ты начала опять? Когда я начала вновь молиться лично, мама сказала мне, что представляешь, вот тебе одиноко, и есть Бог, твой небесный Отец, который тебя может выслушать, которому ты можешь помолиться. И вот этот человек, он самый могущественный человек. И вот этот... Творец. Творец, он самый могущественный. Представляешь, какой у тебя отец? У меня же папы не было, и мне этого не хватало. И на папу своего я обижалась. Мне нужно было... Мне хотелось иметь какого-то хорошего папу. Всё-таки, как я видела у других людей и у других детей, я очень завидовала этому. И я решила попробовать молиться. Попробовать даже не вот это слово, как... Ну, да, хорошо, попробовать молиться, но для меня это было больше общение как со своим папой. Я полностью изливала свою душу, полностью рассказывала о всех проблемах, которые меня беспокоят. и мне становилось легче, потому что мне было хоть кому-то рассказать, кто меня выслушает. Было удивительно, конечно, говорить как будто в пустоту. Вот. Но... Эта пустота отвечала мне. Потому что там нет пустоты. Да, через Священное Писание, опять же, и через других людей, через разные поступки других людей, даже с теми, с кем я не знакома, которые мне вдруг подходили, говорили что-то, что мне было очень нужно. Это было очень странно, конечно, какие чудеса стали происходить. И поэтому я стала за это держаться. Это было как для меня что-то, что единственное, что я могу хотя бы как-то контролировать. Я не могу контролировать там заплевания, не могу контролировать какие-то другие вещи в мире, но я могу хотя бы контролировать своё общение с Богом, могу его улучшать, могу больше общаться, могу изучать разные другие источники, которые у нас есть в церкви. изучать всё, что дал Бог. И я любопытный человек тоже, поэтому я стала много всего изучать и Леохону, и выступления пророков. Раньше я слушалась таким, ну, окей, надо послушать. Мама сказала, хорошо, надо послушать. Вот, но поскольку мне хотелось получать какую-то поддержку, когда я чувствовала себя одиноко, ну, и всегда человеку хочется получить какую-то поддержку, я стала её получать из выступлений, из священных писаний, и из молитв. И благодаря этому я стала чувствовать, что это всё не бесполезно, и это всё имеет свой какой-то плод, и это ведёт к тому, тому, что я становлюсь счастливее, блин. Потому что раньше просто такая густота, такая тьма была надо мной, и мама всё время меня такими словами колола в сердце. Ну, где же солнышко? Где же моё солнышко, которое было со мной? И я плакала из-за того, что ну, как я могу быть солнышком с такими испытаниями? Но, оказывается, могу. Оказывается, я прочитала такую очень классную фразу в книге, которая мне очень нравится. Там одна женщина преодолевала очень сложные испытания в концлагере, когда была война, и она сказала такую вещь. Мы выбираем, у нас всегда есть выбор, мы выбираем либо страдать в наших испытаниях и трудностях, либо проживать эти страдания и трудности и всё равно видеть какую-то радость в мире и принимать эти страдания и радоваться всё равно тому, что я могу жить на этой земле, я могу видеть все эти великолепные чудеса, которые есть на улице, я могу есть, даже пусть не супервкусную еду, я всё равно могу есть и чувствовать этот вкус, потому что у людей, которые были в концлагере, они им просто не давали еду, и для них это было роскошью что-то поесть, для них было роскошью что-то видеть, видеть солнце, и они этому радовались, они радовались хоть чему-то, потому что они выбрали, и надо всегда помнить о том, что у человека есть выбор, который дал ему Господь, выбор выбирать, выбор страдать в страданиях, либо радоваться в этих страданиях, радоваться тем прекрасным благословениям, которые всё равно есть, и так я стала книжным червём книги Мормона и учений Завета. Прогрызла насквозь. Да, я ходила в церковь и на разные мероприятия, и у меня такой трёхглавный сборник был. Сейчас, конечно, я использую телефон, потому что так удобнее, но я скучаю по своей книге, и я настолько досконально всё изучала и ходила на семинарию, которая была у нас, несмотря на то, что она была в 6.45 утра, и надо было ехать в парикход, это было ужасно. Вот, но я ездила и насыщалась словами Христа и вступала в свой день учёбы с ними, и день абсолютно проходил по-другому. Я видела на своём опыте то, как меняется моя жизнь. Мне не помогал ни опыт моих друзей, которые были у меня, члены церкви, ни опыт моей мамы, ничего до того, как я сама это не попробовала, не почувствовала. Вот, да. И у меня всё было супер подчёркнуто в моих священных писаниях. Я гордилась ими, потому что я ходила с ними, они были вот такими толстыми, потому что я там вклеивала всякие разные цитаты пророков и апостолов, и то, что мне нравилось, какие-то мысли подчёркивало. Это прям было моё сокровище. Наверное, было легче найти стихи, которые не подчёркнуты, да? Согласна, но все восхищались. Помню, что все такие, вау, можно посмотреть, вау, можно посмотреть. Мне было так странно, что люди хотели посмотреть. Вот, это для меня всё-таки что-то моё сокровенное, но я давала им посмотреть это. Они восхищались этим. Вот. И потом я сама стала восхищаться тем, какая я стала усердная благодаря этому. И до сих пор я усердная в учёбе и во всём усердная стала. Вот. Раньше такого не было. Раньше было быстренько сделаю и пойду гулять и так далее. Вот. Но когда появился интерес к этому и когда книги и общение с Богом это было единственное, что приносило мне тогда радость, тогда и появилось это усердие. Вот. Да. Здорово. Да, Лиза. У меня нет слов на самом деле. Единственное, что вот мне пришло в голову, это фильм, который мы смотрим сейчас периодически. Это The Chosen. Про Иисуса Христа. Жизнь Иисуса Христа. Я уже закончила. Нет, так они будут продолжать снимать. Я, по-моему, 7 сезонов собрались снимать. Да, так что на самом деле интересно. Ну, я и поняла, в принципе, что на третьем сезоне. Мы посмотрели с мамой третий сезон, восьмую серию. Я такая... По-моему, там что-то еще было. Что-то еще было, да? Я такая... Допустили. Где дальше? Я не поняла. Что опять ждать? Так вот, мне вспомнился этот момент, когда один из апостолов, я не помню его имя, он подошел к Христу, он хромал. Подошел к Христу, и он не просил его до этого. То есть они достаточно много уже времени были вместе. Он видел, как он исцеляет других людей. И вот настал тот момент, когда Христос их отправил служить подвое, проповедовать Евангелие. В тот момент он подумал, что это, наверное, будет уместно. Я подойду к Христу и попрошу его меня исцелить. И он подошел к нему и очень так, не знаю, издалека начал. И Христос, он сказал, ты хочешь, чтобы я тебя исцелил? По-моему, он даже спросил, ты хочешь, чтобы я тебя исцелил? Или он сказал ему, ты знаешь, почему я не исцеляю тебя? Или как-то так интересно произошло? Да, он сказал, да, ты знаешь, почему я тебя не исцеляю. Да, почему я тебя не исцелил. И вот я подумал о том, что... И потом он рассказал ему, да, что, представляешь, ты, человек, у которого есть вот эта проблема, вот это вот испытание, будешь других исцелять. И ты будешь помогать им подниматься, и они хромые будут излечены. А ты при этом останешься... Представляешь, как их вера будет, насколько сильная благодаря тебе. Мне кажется, что вот Бог иногда исцеляет кого-то, а кого-то не исцеляет. И мне кажется, что твоя история, она может исцелить многих людей. Дать им веру, дать им надежду. И как приблизить их к Богу, чтобы они поняли, что на самом деле у них все не так плохо. Что у них на самом деле все хорошо. Да, и что они смогут... Да даже если плохо, они все равно смогут найти вот этот вот свет. И смогут повернуться к Богу. И опять почувствовать счастье и радость, несмотря на свои испытания. Да. Спасибо тебе большое, что ты открылась, поделилась с нами. Иногда люди, которые перед нами, мы думаем, что мы довольно хорошо их знаем, а иногда мы можем даже не догадываться, как бы через что они прошли. Тем более ты такая молодая, юная, и уже столько перепрожита тобой, что, как Дима сказал, может служить таким большим опытом для того, чтобы служить другим людям твоей истории. В конце, что бы ты посоветовала, или как бы ты поддержала тех людей, которые проходят через трудности, испытания, как бы ты их поддержал? Ответственно. Жизнь не кончается на испытаниях. За этой прекрасной жизнью, которой мы здесь живём, есть другая жизнь, и я понимаю, что очень тяжело преодолевать трудности, которые у нас есть, и мы не хотим их преодолевать, потому что всегда легче сказать, что он в этом виноват, она в этом виновата, вы все в этом виноваты, но не я. И виноваты в том, что я ненавижу кого-то, виноваты в том, что это случилось. Вот, но вы тоже в этом не виноваты. Испытания есть для того, чтобы чтобы вы смогли почувствовать ту прекрасную радость от возможности быть вот настолько близко рядом с Богом. Потому что если сравнивать ту жизнь, которая у меня была до этого испытания, и ту жизнь, которая сейчас у меня, с этим испытанием, которое продолжается, это, конечно, небо и земля. И я точно знаю, что не нужно бояться испытаний. я иногда им даже радуюсь, потому что я точно знаю, что я смогу стать ближе к Богу. И сейчас я настолько близка к Нему, что для меня он прям огромный, преогромный самый близкий друг. И я постоянно чувствую, как он меня любит. Я вижу это в маленьких вещах, потому что я научилась это ценить. И я вижу, как он радует меня. иногда я даже над ним прикалываюсь, и он тоже надо мной. Я говорю, вот Бог, я сделаю это, если ты сделаешь так. И он делает это так, и я такой, ладно, хорошо, я иду туда, иду на это мероприятие, хотя я не хотела. Вот. И это очень прикольно, не знаю, очень здорово. И я хочу сказать, что не нужно бояться очень всегда страшно кого-то потерять, и очень всегда страшно особенно потерять друзей, компанию классную и так далее. Вот. Но ничего не может быть лучше, Бог, чем его компания, и чем то, чтобы перестать чувствовать себя одиноко и восполнить это одиночество общением с Богом. Потому что то, сколько лет я страдала этим ужасным одиночеством и неполноценностью, ну и до сих пор страдаю, вот. Но то, когда я впустила Бога в свою жизнь и стала с Ним общаться, я перестала быть одинока и сейчас имею хороших очень друзей, которых очень ценю, которые заботятся обо мне, как другие друзья не заботились обо мне, и которые ценят меня, принимают мои проблемы, и пусть их не так много, как я бы хотела, пусть даже есть только один прекрасный друг, и я этому очень благодарна. Вот. И благодарна, что у меня есть моя семья, которые я тоже вначале не верила в моё заболевание, особенно мой брат и сестра, вот, но которые приняли это, которые поддерживают и заботятся обо мне. Вот. Так что хочу сказать, чтобы вы всегда помнили о том, что не время сдаваться, ещё вся жизнь впереди. Вся долгая, прекрасная, и столько всего прекрасного может произойти, что я не хочу, и Бог не хочет, чтобы вы этого упустили. Вот. Сердечки! Ты прекрасна, Лиза. Спасибо. Очень мудрые слова говоришь. Молодец. Спасибо. Настоящая солнечная натура у тебя, и мне кажется, что никакая болезнь её не сможет заглушить. Но источник всего света это Бог, поэтому мы как отражатели этого света, да, в этом мире. Да, да. Очень важно помнить о том, кто мы есть, что мы его дети, что у нас любят. Да. Это помогает нам сиять. Да. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, что ты можешь зажечь огонь веры, надежды во многих людях и твоя история. Я надеюсь, что она будет рассказана не раз, не только у нас. Мне кажется, стоит её рассказывать многим людям и много-много раз, чтобы люди знали о том, что всё возможно, с Богом всё возможно. И даже через такие трудности пройти и остаться верным Богу, да, на Него немного пообижаться, потом к Нему вернуться. Ты сказала, что вот эти взаимоотношения с Богом, что Он как твой Отец, и вы с Ним общаетесь. Мне кажется, это так здорово, когда ты можешь вот так вот с Небесным Отцом общаться, потому что Он нас любит, Он хочет, чтобы мы общались с Ним. очень сильно любит. Очень сильно. Ладно, спасибо огромное, Лиза. Спасибо большое, было интересно. Надеемся, что ты придёшь ещё как-нибудь нам на подкаст, мы ещё какие-нибудь интересные темы обсудим. Я люблю разговаривать. Ладно, спасибо вам также, что вы присоединились. Давайте попрощаемся с нашими зрителями. Если у вас есть вопросы к Лизе, обращайтесь, пожалуйста, пишите в комментариях. Если что, может быть, Лиза даст свои контакты, свой имейл какой-нибудь, если кто-то захочет тебе какие-то вопросы задать, потому что люди, которые проходят через такого рода испытания, возможно, не хотят со первым встречным об этом говорить. Конечно. И вот, как ты говорила, многие не верили тебе, думали, что ты симулируешь. И когда есть такой человек, с которым можно пообщаться, спросить совета, мне кажется, что было бы полезно. Да, пишите. У меня всегда есть время для того, чтобы ответить. Тогда мы в комментариях твои контакты укажем. Если ты не против. Конечно нет. Ну все, супер. Что, от кого мне скрываться? Отлично. Ладно, спасибо вам, что присоединились и увидимся в следующий раз. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.